Сегодня итоги социально-экономического развития подводил Цивильский район. В заседании принял участие глава республики. В Цивильском районе отошли от протокола. Вместо казенного зала с трибуны районный центр развития культуры. В начале совещания вручение наград. Юбилейные медали получили участники войны. Подводя итоги 2014 года, исполняющий обязанности главы администрации Цивильского района Александр Казаков отметил, что в районе всегда большая ставка делается на сельское хозяйство. В 2014 году сельскохозяйственным отрасом по многим парадмахам наблюдается положительная динамика. Чистая прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 343 миллиона рублей, или 2,2 с уровнем 2013 года. Каждая третья семья получили годные кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей для развития личных подворий. Из них только в 2014 году 444 семьи на сумму 112 миллионов рублей. Отмечу, за последние годы 7 начинающих фермеров района по программе поддержки начинающих фермеров на период 2012-2014 года получили государственную поддержку в форме гранта на развитие крестьянских фермеров на сумму более 7 миллионов рублей. И создали 20 новых рабочих мест. Данная программа продолжится и в текущем году. Цивильский район – один из ближайших к столице республики, что делает его особенно привлекательным в плане строительства жилья. И строительство здесь идет высокими темпами. Сегодня Цивильск получает порядка 140 тысяч дополнительных квадратных метров жилья. То есть, с учетом того, что мы сегодня строим около 27 тысяч, еще на перспективу уже сформированы земельные участки дополнительно на 140 тысяч. Сегодня нормальная здоровая конкуренция создана. Если говорить о том, что три года назад у нас практически одна строительная организация в Цивильске осуществляла строительство квартирных жилых домов, это ПМК-8, то сегодня еще дополнительно три строительные организации уже принимают участие в строительстве. Начали уже строительство и освоение земельных участков и участие в аукционе. Думаю, здесь в этом направлении перспективы очень большие и радостные. Обсуждение итогов завершилось неформальным общением Цивилян с Михаилом Игнатьевым. Жители района задали главе республики немало вопросов, связанных с перспективами развития муниципалитета. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика.